МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости 45. Здравствуйте. В студии Оксана Савакова и в ближайшие минуты в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы попали в окружение, сидели в марте месяцы, чуть не сутки встанчают. Слезы и воспоминания о самой страшной войне 20 века. На празднование Дня Победы в Кургане пришли 15 тысяч зауральцев. Ну, практически все оригинальное. Только за исключением свечи новые, видите, да? Отметить праздник Победы на Победах. Молодежь Югры приехала в Курган на ретро-автомобилях. Наши артисты, они определяются не по породам больше, а по именно внутренним способностям. На сцене мяукающие артисты. В областном центре выступил театр Коши Куклачева-младшего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник начался с гибели людей. За выходные в Заурале произошло 9 пожаров. Погибли 6 человек, в том числе трое малолетних детей. Подробности расскажет Юрий Пестерев. Вечеринка не удалась. В воскресенье вечером в одном из садоводческих кооперативов Кургана из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорели баня, сарай и забор участка. Никто из людей не пострадал. В тот же день в деревне Перевалово Куртомышского района дотла сгорел жилой дом, баня, амбар и сарай. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ранним утром в понедельник в садоводческом товариществе Ясная Поляна-2 Китовского района По неизвестной пока причине сгорели две бани на соседних участках. Ночью 9 мая в рабочем поселке Варгаши сгорели сарай и предбанник. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Около 6 утра в селе Карпунино Макроусовского района огонь уничтожил кровлю и поградил пол жилого дома. Пожар не обнаружили погибшим 72-летнего хозяина. Причина пожара устанавливается. А в селе Альмениво в результате пожара в жилом доме погибли сразу 5 человек. По информации пресс-службы главного управления МЧС по Круганской области сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 9 мая в 8.30 утра. Горела веранда, потолочное перекрытие и стены на площади 72 квадратных метра. В доме спасатели нашли тела пяти человек. 26-летнего мужчины, 30-летней женщины и троих детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Причина пожара выясняется. По факту гибели людей следственные органы проводят проверку. Юрий Пестерев, Александр Немков, телекомпания «Регион 45». В последнее время в Заурале участились несчастные случаи с детьми. Зачастую это происходит из-за отсутствия необходимого контроля со стороны взрослых. С начала года в Следственный комитет региона поступило 11 сообщений о несчастных случаях с 15 несовершеннолетними. 7 детей погибли на пожарах, трое утонули, двое задохнулись, один ребенок разбился, выпав из окна. В Следственном комитете напоминают, родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную и административную ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. На парад, посвященный Дню Победы, пришли 15 тысяч зауральцев. Как поздравили ветеранов, первые лица региона и жители областного центра, расскажет Ольга Тыщик. К нам, когда пришла победа, ночь казалась ярким днем, и в цветах все было небо, дыла жизнь вокруг ключом, были слезы и объятья, что пришел в войне конец, восклицания счастья колебали свод небес. С песнями, шутками и верой в свой народ. Так Николай Зырянов прошел самую грозную и беспощадную войну 20 века. Войну, которая забрала жизни 26 миллионов советских и более чем сотни тысяч зауральских солдат. На торжественный парад Победы прийти смогли не все фронтовики. По последним данным, в регионе их осталось чуть более двух тысяч. Сегодня уже и внуки, и правнуки, наверное, вспомнят своих дедов, прадедов, тех, кто ушел на фронт, тех, кто сегодня отстояли эту свободу, и мы 67 лет живем под мирным небом. Дай Бог, чтобы это продолжалось и дальше, и дай Бог, чтобы мы все вместе понимали, что независимость Родины, свобода и мирная жизнь гораздо приятнее, гораздо лучше, нежели любое военное действие на территории нашего государства. Колонны военной техники, личные составы и курсанты Курганского погранинститута, областного и городского военкоматов, кадеты. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, посмотреть парад пришли около 15 тысяч жителей региона, инвалиды и старики, взрослые и дети. Война коснулась каждой зауральской семьи. Жители Курганской области за первый год войны приняли и ввели в строй 15 эвакуированных заводов. Рабочие трудились круглые сутки. За проявленную трудовую доблесть более 75 тысяч наших земляков удостоены высоких званий и почестей, награждены орденами и медалями. Огромная цена была заплачена за этот день, за эту победу, но она нам бесконечно дорога, потому что мы все жители одной страны и хотим жить свободно. И никто, никакой враг не сможет ни в какой год одолеть нашу великую страну. С праздником! С Днем Победы! Евгения Алексеева пришла почтить память однополчан вместе со своей правнучкой. 90-летняя фонтовичка всю войну была поваром. С солдатами не раз попадала под обстрел. Мы попали в окружение, сидели в марте месяцы, чуть не сутки в танце. Докон сыпал, четыре самолета летят, как из мешка сыпли. Евгений мне дал государственную квартиру, я купила. Квартира благоустроенная, хорошая. Нормально сейчас живу, хорошо. Только старость вот подогнала. После минуты молчания участники торжественной церемонии возложили венки и цветы к стелле Героев Советского Союза и Вечному Огню. Ольга Тыщик, Андрей Глазырин, Александр Менщиков, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион 45». Торжественное празднование Дня Победы завершилось на Центральной площади. Тысячи зауральцев почтили память погибших минутой молчания. На монумент с факелами вышли десятки солдат, а на большом экране зажглась свеча памяти. В 67-й раз над городом прогремел праздничный салют, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Полевая кухня и праздничный вальс. В преддверии Дня Победы у здания драмтеатра ветеранов и жителей города угощали солдатской кашей с мясом и горячим чаем. Под аккомпанементы духового оркестра гости танцевали вальс и играли в ручеек. Ветеранов, те, которые участвовали в боях, считанные единицы. Ну, по сути дела, для нас это очень, очень хорошо. После трапезы ветераны и жители города направились на Аллею Славы, где возложили венки к Вечному огню. А те, кто интересуется новинками кино, пришел в предпраздничные дни в кинотеатр «Россия». Специально для ветеранов там организовали благотворительные сеансы. 7 мая пенсионеры посмотрели художественный фильм Андрея Малюкова «Матч». Это трагичная история киевского «Динамо». Команду расстреляли в 42-м после того, как футболисты выиграли матч с фашистами. Многие ветераны с удовольствием отметили, что в последние годы российские режиссеры стали чаще обращаться к теме Великой Отечественной войны и истории нашей страны. Некоторые фильмы повторяются, каждый праздник мы уже знаем наизусть, но тем не менее мы иногда их смотрим. Вот фильмы, например, «Офицеры» или «Летят журавли». Это такие фильмы, которые хоть сколько раз смотри, и все равно они нас заинтересовывают. Это очень поучительные фильмы, хорошие. Трогательные. Трогательные. Да, душевные. Я очень довольна, что это проводят, и очень рада, что возрождается наше кино, что показывает добрый, хороший фильм, который учат добру, даже по телевидению. Вот вчера я посмотрела «Небесный тихоход». «Журавли летят». Это прелесть. Эти фильмы воспитывали доброту в нас. В соборе Александра Невского прошло поминовение усопших воинов. Православные с глубоким уважением отмечают День Победы добра над злом. Ежегодно служители церкви проводят панихиду по воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Утром прихожане собрались в соборе, где состоялась служба. Затем под руководством владыки Константина верующие колонной прошли к центральной площади и далее к Вечному огню. Там горожане возложили траурный венок. 11 городов и больше 2000 километров. Молодежь Югры решила отметить праздник Победы автопробегом. И тоже на Победах. Ретроавтомобили приехали в Курган 7 мая. Наша съемочная группа заглянула под капот раритетных машин и пообщалась с активистами. Первая Победа с четверкой энтузиастов в салоне выехала 1 мая. Изначально планировалось, что в каждом городе к активистам будет добавляться по автомобилю. Но на Севере с Победами оказалось не густо. Только в Сургуте к молодежи присоединился пенсионер Егор Кравчук. Именной машиной первого секретаря ЦК КПС Сургутского района он владеет уже 24 года. Она более такая проходимая модель N72, сельский вариант. То есть я где хочу, там ползаю. Это джип, российский джип. Тут с первого класса по тем временам. Мегион, Лангипас, Сургут, Нефтьюганск, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тюмень. В каждом городе участников автопробега встречали коллеги из молодежных парламентов, устраивали выставку техники военных лет и сопровождали до следующего населенного пункта. В Кургане активистам подарили флаг нашей области. Машины осмотрел спикер региональной думы Владимир Казаков. Лексус рядом не стоял. По трассе машины легко идут сотню, говорят водители. И это несмотря на то, что под капотом почти ничего не меняли. Ну практически все оригинальное. Только за исключением свечи новые, видите, да? Машина заглохла в городе Нижневарске, потому что вот этот топливный насос стоял родной, и он забился. И она ехать дальше не могла, и мы ее толкали. Вот, а сейчас вот видите, все родное. Я думаю, еще раз придется поменять, потому что ржавчина в баке она пока еще выдает. Но все-таки оптимальная скорость для победы 70 км в час. Расход топлива около 15 литров 80-го бензина. На зауральских заправках молодежь с приятным удивлением обнаружила 76-й. На севере его не продают уже несколько лет. Поэтому перед поездкой в Челябинск участники автопробега не только с удовольствием заправились нужным топливом, но и наполнили канистры про запас. Оксана Савакова, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45». Паровоз длиной в 30 метров и высотой около пяти. Именно такие локомотивы у большинства ветеранов России ассоциируются с железной дорогой их детства и юности, которая украла война. В предпраздничные дни курганские фронтовики вновь прокатились на ретро-поезде. В этом году программу праздничной встречи ветеранов-железнодорожников изменили. Полевая кухня развернулась вблизи вокзала. Именно там бывшие фронтовики и друженики тыла перекусили солдатской кашей и выпили фронтовые 100 граммов за победу. Во время обеда ветераны смотрели концерт и слушали песни военных лет. Отделение дороги. Благодарю за все доброе. Концерт понравился, угощение понравилось. Все хорошо, все хорошо. Специально для праздничной поездки паровоз-раритет серии «Л» пригнали из Троицка. Поезд проехал от Кургана до Утика и обратно. На пригородной станции ветераны пели и танцевали под гармонь. В поезде слушали лекции о роли железной дороги в победе над врагом. Вспоминали любимую работу. Паровоз после военного года выпуска сделан специально для того, чтобы железнодорожный путь нарушен был. И вот облегченный паровоз серии «Л» сделан специально для послевоенных лет. На вокзале открылся обновленный памятник паровозу «ФД» и мемориальная доска с именами курганских железнодорожников, героев СССР и соцтруда. Площадку вокруг памятника расширили и оборудовали пандусами. Ольга Тыщик, Юлия Васильева, Александр Менщиков. Телекомпания «Регион 45». Курганский дизайнер разработал игральные карты с русскими полководцами, а в филармонии прошел международный фестиваль джазовой музыки. О чем еще пишут зауральские газеты и новостные интернет-сайты, узнаете из рубрики «Печатный вестник». Генерал-майор Владимир Усманов навестил военнослужащих Чучанского гарнизона, пишет сайт правительства области. Советник главы Зауралии от имени губернатора поздравил военнослужащих с праздником Победы. Владимир Усманов познакомился с бытом и условиями службы воинской части, отметив позитивные изменения, происходящие сегодня в рядах Вооруженных сил России. В частности, генерал похвалил возросшее качество питания солдат. Ежегодно около трех тысяч военнослужащих Зауралия призываются в ряды Вооруженных сил России. Каждый год руководство области и военные комиссариаты региона получает от командиров воинских частей, в которых служат наши земляки, благодарственные письма, сказал Владимир Усманов. В Кургане состоялся седьмой международный фестиваль джазовой музыки. Об этом читаем на портале газеты «Курганы-курганцы». Десять коллективов из Кургана, Далматова, Тюмени и Петропавловска продемонстрировали публике все грани этого музыкального жанра. Концерт шел более четырех часов. Выступили артисты Североказахстанской областной филармонии, Курганского областного музыкального колледжа имени Шостаковича, начинающие и заслуженные музыканты. В их игре прозвучали классические произведения и экзотические для джаза инструменты. Домры, блокфлейты, духовая мелодика. Русские мундиры в картах – заголовок одной из статей «Толстушки нового мира». В Кургане впервые выпущены игральные карты, посвященные 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Инициатором создания необычной колоды стал молодой курганский дизайнер Дмитрий Костров. Научным консультантом выступил доктор исторических наук, профессор КГУ Владимир Менщиков. На каждой из 36 карт изображены военные в мундирах русской армии войны 1812 года. В сентябре в областном краеведческом музее планируется открытие выставки, посвященной 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. В экспозицию будет включена и военная колода, переданная в дар музею коллекционерам Виктором Костровым. Судейское сообщество Курганской области на 8-м Всероссийском съезде судей, который состоится в конце года в Москве, будут представлять 6 зауральских служителей ФИМИДы. Их имена назвали на состоявшейся региональной конференции. В результате открытого голосования делегатами избраны председатель Курганского областного суда Сергей Уваров, председатель арбитражного суда Зауралья Анатолий Страшков, председатель целинного районного суда Анатолий Клементьев, половинского Оксана Косарева, шадринского Петр Попов и мировой судья одного из судебных участков Кургана Ирина Харченко. Всероссийский съезд судей созывается один раз в 4 года. Он правом может принимать решения по основным вопросам деятельности сообщества судей. Подтверждает кодекс судейской этики и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В Кургане выступили мяукающие артисты. Спектакль «Мои любимые кошки» в наш город привез Дмитрий Куклачев, сын знаменитого клоуна. Вместо зарплаты элитный корм и индюшатина. В Курган приехали 50 хвостатых артистов. Среди них такие знаменитые персонажи, как кот Бориса с телевизионной рекламы. Кошки различных пород прекрасно уживаются на сцене и разбивают стереотипы. Так, сиамские артисты совсем не агрессивны, как про них говорят. А британцы, которые обычно не любят сидеть на руках, принимают объятия людей на сцене. Наши артисты, они определяются не по породам больше, а по именно внутренним способностям. Как и примерно то же самое, как и у людей. Вот я всегда кошку олицетворяю человеком. Это, наверное, самое правильное при общении с этим удивительным существом. В главной роли спектакля клоун Дмитрий Куклачев, который живет в деревушке, где обитают кошки всех мастей. Они катаются на лошадках, выполняют акробатические трюки и не прочь полакомиться рыбкой. Тренировать кошку не то же самое, что собаку. Этих животных нельзя заставить делать то, чего они не любят. С ними нужно уметь договариваться, говорит Куклачев-младший. Заставить животное выходить на сцену невозможно. Либо ей нравится, и кошка выходит и делает то, что ей нравится. Либо она убегает. То есть у кошки третьего не дано. То есть вот методом там кнута какого-то или там ее за что-то потянуть, и она там тебе выйдет, что-то сделает. Не получится. С кошкой можно договориться только на одном языке. На языке любви и ласки. Курганская детвора принимала хвостатых артистов на ура. Ребята смогли не только погладить понравившихся кошек, но и принять участие в действии на сцене. Юлия Васильева, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион-45». Вальс Победы. Накануне праздника в спорткомплексе «Молодежный» прошел конкурс бальных танцев. На празднике маленьких танцоров побывала наша съемочная группа. Серьезные лица, волнение, дрожь в ногах. Молодые танцоры из пяти спортивных клубов соревнуются на паркете. Для некоторых это первое выступление. Для других очередное. Участникам от 4 до 13 лет. Все они воспитанники танцевальных клубов городов Кургана и Елутровска. Скидку на юный возраст жюри не делает. Беспристрастно оценивает технику движений. Первый критерий, по которому судят обычно, это музыкальность, ритмичность. Если ребенок не музыкален, не ритмичен, то в принципе его дальше и не судят. Также техника присутствует, рама, то есть это стойка танцора, как он стоит. Родители волнуются не меньше детей, поддерживают аплодисментами, помогают настроиться. Главная награда – кубки и ценные призы. У нас идет рейтинг соревнований, когда поедут дети бесплатно на курорт, где будет проходить международное соревнование. В числе награжденных оказалось два десятка участников. И хотя стать победителем мечтал каждый, все же главная роль мероприятия – вдохновить детей на дальнейшие подвиги. Впервые соревнования по бальным танцам прошли при поддержке городского департамента социальной политики. Департамент социальной политики впервые поддерживает данный вид спорта. Я считаю, что бальные танцы – это все-таки вид спорта. Поэтому мы впервые поддерживаем в этом году и вышли вот именно на такое большое мероприятие, посвященное именно Дню Победы. Юлия Васильева, Мария Иванова, Сергей Балмасов, Вячеслав Шевчук. Телекомпания «Регион-45». 9 мая на стадионе детской спортивной школы номер 3 состоялся очередной матч первенства России по футболу среди юношей. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В праздничный день даже дождь не стал помехой для игры между юношескими командами «Тобол» и «Иртыш». Матч получился зрелищным, болельщики активно поддерживали своих земляков и футболиста «Тобола» не подвели. В первую голову я хотел, чтобы именно в этот день мы сыграли от сердца, именно от души, потому что в этот день нам хотелось поздравить своих родных и преподнести им маленький, но очень дорогой подарок. Я рад тому, что это удалось. В первом тайме круганцы были очень организованы. Строго играли в защите, активно прессинговали соперника и благодаря голам Виктора Шабанова и Андрея Соколова ушли на перерыв со счетом 2-0. Установка тренера была, что играть до конца, бить больше поворотом, но, повторюсь, соперник был тяжелый и все-таки они начали давить и немножко начали прижиматься. На второй тайм «Иртыш» вышел заряженным на борьбу и усилия омичей вскоре были вознаграждены. Александр Живанник получил мяч на левом фланге, легко обыграл защитника и неотразимо пробил в дальний угол ворот. Могли круганцы и вовсе лишиться победы, но мяч после дальнего удара Равиля Малашова угодил в штангу. Табол одержал важную победу, выиграв у одного из самых сложных соперников. Константин Мчаков, Дмитрий Соснов, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион 45». 28 апреля информационный портал «Курган.ру» объявил конкурс. Участникам нужно было спеть любую песню группы «Сплин», записать свое исполнение на видеокамеру и отправить на нашу электронную почту ссылку на ролик. 9 мая сбор материалов завершился и теперь начинается новый этап конкурса – народное голосование на форуме «Курган.ру». В течение 10 дней к нам на электронную почту прислали свои творения «5 претендентов на победу». Мы уже открыли специальный раздел на форуме «Курган.ру», где вы можете посмотреть, как участники исполняют песни группы «Сплин» и оставить свой голос понравившемуся трибют исполнителю. 17 мая в 18 часов, когда голосование будет закрыто, определятся два победителя с наибольшим количеством народных лайков. За первое и второе место участники получат, соответственно, два и один билет на концерт группы «Сплин». Он состоится 20 мая во Дворце культуры машиностроителей. Вся зима, Вась, вода замерзла, перебьемся. Таковы главные новости. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Восемнадцатого и девятнадцатого мая под патронатом губернатора Курганской области состоится финал областного фестиваля спорта «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный Международному дню семьи и году «Молодежь за Уралье» за дружбу и сотрудничество народов. Самые спортивные семьи города и области. Лучшие спортивные площадки Кургана. Масса призов и подарков. Награждение победителей состоится 19 мая на Ледовой арене «Юность». Девиз праздника «Крепка семья, крепка Россия». Организаторы фестиваля – правительство Курганской области и благотворительный фонд «Мама». Справки по телефону 46-32-70-42-54-14. Дни открытой ипотеки в банке «Уралсиб». 15 мая в отделении банка по улице Советской, 103-1. Вход свободный. 18 и 19 мая под патронатом губернатора Курганской области состоится финал областного фестиваля спорта «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный Международному дню семьи и году «Молодежь за Уралье» за дружбу и сотрудничество народов. Самые спортивные семьи города и области. Лучшие спортивные площадки Кургана. Масса призов и подарков. Награждение победителей состоится 19 мая на Ледовой арене «Юность». Девиз праздника «Крепка семья, крепка Россия». Организаторы фестиваля – правительство Курганской области и благотворительный фонд «Мама». Справки по телефону 46-32-70 в 42-54-14. Стильно. Клёво. Костюмы для выпускного. Магазины мужской моды 0 на 7, Карла Маркса 93 и Мэнс Карла Маркса 60. Дорогие друзья, я очень люблю свою продукцию. Попробуйте. Вам и вашим гостям обязательно понравится. За качество, вкус я ручаюсь. А не отведать-ка ли мне сегодня шашлычок по-дворянски и буженинки? Уже? Хорошо! Трактир на Дворянской. Широта русской души. Магазин «Умный дом» предлагает. Счётчики воды, газа и электроэнергии от 550 рублей. Светодиодные лампы и ленты от 300 рублей. Светильники и датчики движения от 150 рублей. Магазин «Умный дом». Для вас и вашего дома. Улица Кирова, 105. Работа с сертификатами на приобретение жилья. 411-511. Единый недвижимый номер. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Соснина. Циклонический вихрь, раскрутившийся на севере Урала, продолжит закачивать в регион хорошо прогревшиеся воздушные массы. Но вместе с этим потоком тепла к нам попадут мощные облака и местами могут прошуметь грозовые дожди. В Екатеринбурге и Тюмени ливневые дожди. В Челябинске дождь с грозой. Температура днём плюс 20-22. В Челябинске до 25 тепла. В Кургане ночью переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный. 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13. Днём в Кургане переменная облачность, кратковременные дожди, возможно гроза. Ветер юго-западный. 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25, плюс 27. Атмосферное давление будет слабо падать. 11 мая солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле слабо возмущённое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Дни открытой ипотеки в банке Уралсиб. 15 мая в отделении банка по улице Советской, 103, дробь 1. Вход свободный. Прекрасно. Как замечательно. Они смотрятся вместе. Это любовь. В смысле, два по цене одного? Отличный подарок. Например, двое кухонных весов Леран всего за 399 рублей. Эксперт. На вашей стороне. Конкурс «Мисс Курган.ру» 2012. Последний этап. Кому достанется корона и незабываемое путешествие в Прагу? Голосуй за красоток на сайте kurgan.ru. Смотри на канале СТС. Туристическая путёвка предоставлена агентством путешествий «1001 тур». Генеральный партнёр проекта – компания «Ростелеком». Ты стоила всех этих денег. Я полагаю, здесь всё, как просил твой менеджер. А это что, Рубин? Ты издеваешься? Я же не Ким Кардашьян. Нет, она намного волосатее. Я полусил ее встану. Граждан! Внимание! Смотрите в кинотеатре «Россия». Рекламная группа «Курьер» празднует своё 15-летие и приглашает всех на концерт наших друзей. Дуэта «Красная бурда». Авторов КВН, юмористических программ ОСП «Студия» и «Городок». Участников «Камеди-клаб». В ДК «Машиностроители» 17 мая в 18 часов. Билеты на точках приёма объявлений рекламной группы «Курьер». Ваш ребёнок мечтает стать космонавтом, знаменитым певцом или олимпийским чемпионом? Сфотографируйте его в образе будущей профессии и примите участие в конкурсе «Домовёнок». До 19 мая пришли фотографию в раздел конкурса на сайте «Курган.ру» и выиграет приз для маленького мечтателя к Дню защиты детей. Весь комплекс юридических услуг в сфере недвижимости. Продажа, обмен, подбор жилья, сопровождение сделок на государственную регистрацию. Работаем со всеми видами жилищных сертификатов. БК «Недвижимость». Правила безупречной сделки. Иногда мы упускаем возможность вовремя поговорить с ними. И тогда они уходят. Но всегда. Тысячи детей и подростков ежегодно погибают по причинам, связанным с употреблением наркотиков, так и не успев стать взрослыми. Поговорите с ребёнком откровенно. Предупредите об опасности заранее, пока беда не коснулась вас. Каждая беседа сможет стать решающей. Если вы не знаете, как начать разговор, обратитесь к профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова